В Муравленко подрядчики продолжают капитально ремонтировать 10 многоквартирных домов. Сейчас на объектах идут строительно-монтажные работы на фасадах и кровлях. Идёт замена внутренних инженерных сетей тепловодоснабжения. В этом году в программу капитального ремонта вошли 10 многоквартирных домов. Подрядные организации приступили к работам в начале июля и на сегодняшний день выполнили порядка 30% от запланированного объёма. Комплексно ремонтируют сразу 4 дома. Самый большой объём, где выполняется работа – это кровля и замена подвальной части тепловодоснабжения и канализации. Это Ленина 125, Губкина 27, Нефтяников 46, Ленина 66. Вот этих домах выполняется работа. На 10 объектах задействованы 4 подрядные организации. Большинство бригад трудятся в ускоренном темпе. На Ленина 66 уже полностью демонтировали пришедшие в негодность инженерные сети, поменяли трубы горячего и холодного водоснабжения. Сейчас рабочие заняты устройством, выравнивающей стяжки на кровле и заменой мягкого покрытия. Приходится, конечно, до поздна работать, до двух, до 12 часов ночью, потому что пока погода у нас в севере живём, погода пока позволяет, надо как-то пошустрее. Ну и я надеюсь, чтобы до числа 20-25 дом полностью 100% издадим. Немалый объём выполняется и на фасадах домов. Так, например, на Губкина 17 его уже обновили практически наполовину. На доме номер 20 по улице 70 лет октября подрядчики очистили и заново утеплили межпанельные швы, убрали старую краску, фасад готовят к тому, чтобы нанести грунтовку и покрасить. В подвальном помещении кипят работы по монтажу сетей водоснабжения, а в подъездах совсем скоро появятся новые входные группы. Каждый день у нас ведётся контроль за выполнением работ, и, в принципе, пока больших проблем нет. Завершить работы на объектах строители планируют в конце сентября. Качество выполненных работ оценит приёмная комиссия. Каждый дом после капитального ремонта будет принят только после устранения всех замечаний и недочётов. Анна Мария, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова